Айшвари и Абхишек познакомились на съемочной площадке еще в начале 2000-х годов. Много лет актеры общались как друзья, но постепенно это общение переросло в нечто большее. Уже много лет артисты живут в любви и гармонии, растят красавицу-дочку. Оказалось, что Айш и Абхишека связывают не только семейные узы, но и большое количество совместных работ. Сегодня поговорим о том, в каким картинах звездная пара снималась вместе. 1. Несколько слов о любви, 2000. Первая совместная картина актеров. Романтичный фильм о том, как капитан индийской армии Карангханна, Абхишек Бачан, едет в отпуск домой к своей любимой девушке по имени Ниша, Санали Бендре. Казалось, что у влюбленных все уже определено. Но главный герой случайно в пути встречает девушку, которую спасает от бандитов. Это стало началом новой любовной истории Карана и красавицы Сахибы. Айшвари и Рай, 2. Лед на душе, 2003. Семейная драма, в центре которой парень по имени Радж, Абхишек. На помолвке старшей сестры он знакомится с девушкой по имени Намрата, Айшвари и Рай. Намрату семь лет назад без объяснения бросил муж, и ей пришлось в одиночку растить сына Ади. Раджу очень понравилась Намрата, да и с Ади они стали хорошими друзьями. Малыш очень привязывается к мужчине, ведь ему очень не хватает отца. Но Намрата уже однажды обожглась и боится впускать Раджа в свою жизнь. По классике жанра, когда герои пошли на сближение, объявляется некогда пропавший муж с заманчивым предложением начать все сначала. 3. Банти и Бабли, 2005. В этой приключенческой картине о парне и девушке, которые решили круто изменить свою жизнь, главную сыграла Пхишек, а женскую раниму Кхёрджи. Айшвария появилась в одном из танцевальных номеров, украсив им фильм. 4. Красавица Лакнау, 2005. Невероятно грустный фильм, но он однозначно стоит внимания. Девочку Умраа похитили в детстве, затем продали в публичный дом Плакнау, столицу греха. Однако девушка, обладающая красотой и острым умом, несмотря ни на что борется за свое счастье и любовь. На своем жизненном Уте она встречает множество испытаний, лишения, обман, предательство. Но невзирая ни на что героини продолжают надеяться на счастье. 5. Байкеры 2. Настоящее чувство, 2006. В этом фильме Айшвария играет в паре с Ритиком Рошаном, Батчан испольняет роль другого плана. Но кто хочет посмотреть индийское кино с качественными трюками, эта картина вам подойдет. Приключения полицейского Джей Дикшита, Абхишек Батчан, и его друга Али, Удай Чопра, продолжаются. На этот раз им нужно поймать вора международного уровня, который крадет уникальные, бесценные вещи. Для его поимки Джей поцелает к нему девушку-воровку. Айшвария рай. Но между героями возникли чувства и кажется дело будет проиграно. 6. Гуру, путь к успеху, 2007. В маленькой деревне Идхар живет молодой человек по имени Гурукант, Абхишек. У него есть мечта оказаться на вершине славы и богатства. Движимый мечтой, юноша отправляется в большой город вместе со своей женой и Шурином. Но очень скоро становится ясно, что миром больших денег управляет закрытое сообщество. Они не потерпят вторжения новичка. Несмотря на все преграды, Гуру основывает свою торговую компанию. На своем нелегком пути герой встречает издателя Мани Кана Наджи, Митхун Чакраборти, который принимает Гуруканта как сына, помогает ему достичь высот. Однако молодой бизнесмен считает, что все им достигунная его личная заслуга. Теперь обиженный и разочарованный на Наджи хочет доказать, что Гуру не такой человек, каким хочет казаться. 7. Саркар Радж 2008 В этой картине запечатлелась практически вся семья Батчан. Анита Айшвария Рай, президент международной фирмы. Она внесла предложение о постройке электростанции в деревне Махараштра. Отец и сын Субхаш, Амитабх Батчан и Шанкар Нагаре, подсчитав прибыль, согласились. Шанкар, Амитабх Батчан, поддерживает Аниту и едет с ней в деревню, чтобы правильно настроить местное население. Но как это часто бывает в большом бизнесе, противник героя подстрекает миллионы людей против этого проекта. Постепенно эта затея превращается в опасную политическую игру. 8. Злодей 2010 Своеобразный, но очень интересный фильм. Раги не учительница классических индийских танцев. Она замужем за полицейским по имени Дев. Биро-предводитель повстанцев, прячущихся в джунглях, крадет Рагини, чтобы отомстить за смерть сестры. Разгеванный муж собирает местный отряд и отправляется в джунгли спасать любимую. Но, за время пребывания в плену у Раваны, Рагини влюбилась в него. Представьте, какие разговоры были в доме семьи Батчан в период съемок этой картины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова